Вчера в Гамбурге были слышные выстрелы в общежитии для беженцев. Полицейские стянули большие силы к месту происшествия, и по воле случая я оказался там. Но не в том месте, где были выстрелы, а через дорогу, потому что там находится большая стройка, я был на разгрузке, и я это все дело видел. Сидел я высоко, где дело я далеко, как раз на кране я сидел. И приехали полицейские, машин 20, это простые полицейские, плюс спецотряд специального назначения с автоматами. Между прочим, в спецотряде были и женщины в касках, в униформе, спецназ по-русски. И перекрыли полностью квартал, ни автобусы, ни машины, ни пешеходов не пускали. Оцепили общежития, где живут беженцы. И стали проверять, потому что поступил сигнал, что там стреляли. И в итоге нашли оружие. И как раз я выезжал в это время со стройки. Мне полицейские, типа, тут все перекрыто. Я говорю, так мне выехать надо. Я как бы уже внутри происшествия. То есть не надо дальше ехать, я просто хочу отсюда выехать. Я уже разгрузился. Меня пропустили. Я вот немножко заснял, на телефон поставил, на съемку. И да, там было очень много полицейских. Вот так сейчас в Гамбурге происходит обстановка вот такая. Я считаю, что каждый день что-то случается. То нападение с ножом, то применение оружия. И неспокойно стало. Ребята сейчас в Германии, это уже говорят все, не только простые граждане. Уже политики об этом стали говорить в открытую. Что, как бы, безопасность немецких граждан становится уже небезопасной жизнью в Германии. Но вот как-то так, ребята. Так что смотрим видосики, подписываемся. И всем хороших выходных. С вами был Андрей. Всем пока.